Дальше вы ждите, что вы ждите, что вы ждите, что вы ждите. 8 часов утра. Пост ГИБДД на Катчевском тракте. Военный автоинспектор тщательно проверяет путевки водителя военного автомобиля. Затем мужчину просит пройти к наркологу. Алкоголя в организме прибор не обнаружил. Тем не менее, машину не отпускают. Проверяют наличие аптечки, огнетушителя, техническое состояние. Акцию под названием «Трезвый водитель» военная автоинспекция проводит регулярно. Проверяющий имеет право останавливать любую машину вооруженных сил. Хоть БТР, хоть танк, хоть ракетная установка «Тополь-М». Послан специалистов. Управлять военной техникой – дело ответственное. И грубые нарушения здесь недопустимы. Начальник медицинской службы давление проверяет. То есть на алкоголь, алкотестер, температуру. Ну, как все положено. Начальник КТП осматривает технику. Он военный водитель. Вот вы видите поток какой. Военную машину, она большая, ее видно в потоке. Я считаю, что на него внимание вдвойне. И то есть он должен быть примером, потому что все едут и говорят, вот едет военный, а он не должен ни нарушить. Потому что по одному водителю скажут за все вооруженные силы, за всех. Поэтому мы и проверяем их ежедневно, и они об этом знают. В этом году специалисты не выявили ни одного пьяного водителя военной техники. Однако других нарушений масса. Неправильно заполненные путевки, плохое техническое состояние автомобиля. И как у гражданских – непристегнутые ремни безопасности. Кстати, особое внимание автоинспекторы уделяют пассажиру, находящемуся в кабине водителя. Так как шофер не имеет права выезжать за пределы части без сопровождающего. При этом наличие водительских прав у старшего машины не обязательно. Но обязательно иметь с собой документ о сдаче экзаменов на знания правил дорожного движения. Рейд продлится весь день. В скором времени специалисты проведут еще одно подобное мероприятие, где все внимание уделяк уже состоянию колес у военных машин. Владимир Пеханов, Сергей Полянский. Новости сейчас.